Всем здравствуйте! С вами канал Марс Клуб, канал дегустации алкогольных напитков со всего мира. И сегодня, в канун Нового года, мы решили продегустировать Джим Бим, самый продаваемый в мире бурбон. Но не простой, а какой, давайте выберем. Пойдемте к столу. Привет, привет, привет! С вами канал Марс Клуб, и я бессменный ведущий, человек без имени. Здравствуйте! А вот я. Здравствуйте, это Никита. Меня вы уже все знаете. И пришло время новогодних праздников. Вернее, не совсем скоро. И по скидочке в магазине, в моем любимом магазине Метро, сам я живу в Белгородской области, у нас очень дорогой алкоголь. И поэтому я езжу в Воронеж, там алкоголь дешевле, и вот эти две бутылочки я купил за 999, вернее, каждая из них. Согласитесь, очень приятные цены. Таких цен в Старом Асколе, увы, не бывает. И мы решили с Никитой продегустировать, вот какую из них, с чего мы начнем. Я предлагаю снять два ролика, две отдельных дегустации. Давай, с чего начнем сейчас. А с того, что полегче, я предлагаю 35 градусов, это мед. Да, все правильно, пойдем на градусное повышение. Начнем с Джимбима Метро. Ну, давай покажем бутылочку оператора. Стандартная форма бутылки Джимбим, стандартная форма этикетки, все стандартно, красиво, конечно же, новый дизайн, необычный. Ну и вишенька, мы сейчас его ценим. Вишенька на торте, это, конечно же, инструкция, или как-то, состав на русском языке. Инструкция в применении. И тут написано, что меня немножко, конечно, раздражает, напиток спиртовой, черт побери. Сразу вся романтика куда-то исчезает. И состав бурбон обязательно. Кстати, Джимбим самый продаваемый бурбон в мире. И открывай. И мой самый любимый бурбон. Твой? Да. Ну да, вот Володя, который со мной снимается постоянно, он тоже говорит, что Джимбим один из его любимых. Странно. Ну, наливаем. Ну, он действительно хорош. В составе этого Джимбима медовый хани, это мед. Здесь мед, конечно же, есть, ваниль, судя потом по переводу на русском языке. Ну, и какие-то там еще ингредиенты. Что касается цвета. Обыкновенный, желтый, желтый, без всяких трудностей и изысков. Простой, желтоватый, медовый цвет. Соответствует, в принципе, цвету меда. Слабо-слабо заваренный чай. Да? Ну, мне так показалось. Ну, возможно. Напиток, конечно же, больше коктейльный, по большому счету. Ну, давайте попробуем его в чистом виде. На нос. На нос. Ну, давай на нос. На нос. На нос. Ну, Джимбим здесь ярко. А вот мед чувствуешь? Сначала первые ноты, первая волна запаха. Вот, конечно же, Джимбим. Вот устойчивый. Вот издалека, как говорят некоторые, Семелье длинный нос. Даже и нос не надо засовывать. А уже Джимбим. Я вот мед не почувствовал. А вообще, чем мед пахнет? Вот и вам и ответ. Мне кажется, мед пахнет сладостью. Джимбим, что ты еще? Послушай, послушай запах. Ну, я чувствую только вот спиртовой запах и все. Никакой сладости. Ну, вот мы недавно пили Джимбим в компании водной, да? И свежо воспоминание. Я скажу, что здесь запах Джимбима гораздо мягче, гораздо, как бы сказать, менее насыщенный. Так, знаете, как притушить громкостью телевизора больше, чем наполовину. Слегка-слегка оттеночно. Ну, сейчас бутылочка, вернее, напиток из бутылочки раскрывается, запах становится мягче и куда-то уходит. Давайте попробуем парад. Глоток, небольшой глоток. Ах! Он бесподобен. Этот напиток для малолеток. Ну, а мне нравится. Да, все говорят, фильм для дураков, фильм для дураков, а мне нравится. Ну, он настолько легко пьется, его надо пить, он вообще, ну... Ну, вообще тут написано, что это ликер, да, это ликер. Это сладкий, сладенький такой, ликерчик для девушек и молодых людей, наверное, для веселых компаний. Ну, да, сделаем вот так побольше. Ваше здоровье! Да, ваше здоровье! Я скоро буду, заберу у тебя работу. Давай! Вот мед чувствуется сразу вот на вкус, сразу он есть. Оно не обжигает, он легкий, он согревающий, он офигенный такой вот, именно зимний напиток, очень такой вот прям... Да, катаешься где-то на лыжах, да? О, да, да. Это он большой. Да, он совсем не обжигает, он сладковато-сладковато. Такой привкус. Опять же, характерный бурбонный привкус. Он превуалирует, он главенствующий, он выпирающий. Ну, оттеночные привкусы сладости. А почувствовал ли ты дуб? Где? Я пытаюсь просто. Как ты? Дуб. Дуб я спросил у Ясеня. Ты знаешь, я, как бы, ну, мне... Это вообще не мой напиток. Вот, друзья мои, это напиток не мой. То есть, я могу его забрать после дипастации? Ну, по большому счету, забирай. Если... Вот, вот, вот. Заполни. Да, если моя супруга не будет против. Хотя, она договорилась. Да, она договорилась вообще, она не пьет. Что, ребят, вкусный, хорош, но это не мой напиток. Сладненький, слабосладненький. Для молодых девушек, молодых людей, наверное. Может быть, в барах где-то его пить. Он заходит легко, после вкуса, приятно, сладостное. Легкий оттеночек, кстати, ванилина. Хочешь попробовать со льдом? Да давай. Ну, раз уж, значит. Давай, раз мы лед положили, давай попробуем со льдом. На, тебе со льдом. Поедем хочу. Да мне и без льда, он как заходит, как-то. Вот, дорогие друзья, на, позвини. Ну, что у нас, у нас... Давай, теперь мы тебя послушаем. Послушайте меня, да, послушайте. Молодого эксперта. В стакане появился лед. И я почувствовал, наконец-то, дуб. Запаха вообще нет. Конечно, заморозилось. Вообще, да. Ну, давайте вкус. Вообще, как вода. Что ты хотела? Блин, ну, настолько легко пьется. Вот это действительно, здорово сказал про лыжи. Вот сейчас вот покатался в горах, такой весь замерз, промерзся. Идешь вот так, и тебе наливает немножечко такого... Хлоп. Да. И так хуп. И хорошо, и тепло. Нет, ну тут... А тут вообще ничего не чувствуете? Ну да, вся замерзла. Такое легкое винишко. Ну да, да, да. Ну это, повторюсь, это напиток не мой, это напиток, я уже сказал кому, чему дарю тебе. Я выскажу свое мнение. 35, что радует в этом напитке? Новогодняя цена. Вот. Да, отличная цена для такого напитка. Вот за тысячу рублей вообще нисколько не жалко. 999 копейка, рубль бережет. Все, дорогие мои, будем на этом заканчивать. В следующем ролике мы с Никитой продегустируем редстах, красного оленя. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, говорите все, что думаете. Ролик был короток, как тост, да? Как выстрел. Пока-пока. Всем добра. Отличные напитки на каждый стол, в каждый дом. Пока.